Девушки отдыхают Да, Лунтик, по радио передавали, что ночью возможно сильное похолодание, а тёплое шерстяное одеяло тебя хорошо согреет Спасибо большое, бабуля. Спокойной ночи. Сладких снов, внучек. Ой, что это? Подушка. Хочешь подружиться? Ой. Ой, похоже на то. Фух. Вот какие подушки, оказывается, упорные. И совершенно не умеют знакомиться. Фух. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Доброе утро, Лунтик. Здравствуйте. Мой шарик. Ой, не плачь, пожалуйста. Я сейчас. Какая красота. Так как ты говоришь, это называется? Полистер. Вот, послушайте. Ткань прочная, легко стирается, быстро высыхает и никогда не мнётся. Да эти шляпки вечные. Ну вот что с такими случится? О-о-о. Эх, я же батарейку забыл поменять. О-о-о. Ой, простите, дядя Корней. Давайте я вам помогу. Спасибо, Лунтик. Лунтик, как это у тебя получилось? Даже не знаю, дядя Корней Сегодня вообще загадочный день Сначала подушка хотела со мной подружиться Потом шарики прилипли и шляпы гнались Вот какой я сегодня притягательный Ха-ха, Лунтик, так это у тебя из-за статического электричества Какого электричества? Статического Оно возникает при трении И может подолгу сохраняться и накапливаться во многих материалах Например, в ткани, резине И в шерстке? Верно, Лунтик, и в шерстке А еще у статического электричества есть удивительные свойства Притягивать к себе предметы или заряжать их Так что у твоей притягательности есть вполне разумные объяснения Лунтик извинился за недоразумение Рассказав друзьям об озорном статическом электричестве Но и оно временами бывает очень даже полезным Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok